Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем делать крышу учиться делать в Рэвите. Мы с вами будем делать мансардную крышу теплую, холодную крышу чердачную. Я рассмотрю на примере своего же домика, который мы с вами рассматривали ранее, продолжаю его строить. У нас на нем мансардная крыша, помещение жилое. Принципиальное отличие мансарды от чердака, то что под, во-первых, кровлей спрятано жилое помещение. Нижняя граница крыши, по сути дела, и вверх данного этажа, одновременно будет выполняться функция потолка у кровли. У чердачного помещения там присутствует помещение, перекрытие. И это будет холодное помещение, там пребывание людей нежелательно. Да, потом можно его утеплять, многие это делают, но пока на этом заострять внимания с вами не будем. Что мы с вами будем проделывать сейчас. Я буду делать теплую крышу, сборкой ее, просто найденная стандартная сборка для теплой кровли. Объясню, какие материалы, что, зачем идут. Вставлю вставку в описании видео, после того, как я сделаю мансардную крышу, когда я буду делать крышу чердачную, если вам это будет интересно. И поэтапно проделываем все эти элементы. Сначала сделаем мансардную, потом сделаем чердачную. Не забываем о том, как выглядит наш проект домика. Также будет видео вспомогательное о том, как изменить уклоны крыш, что такое односкатная, двускатная, как сделать это в Ревите, крыша сложная, четырехскатная и прочее. Давайте приступим. Итак, в первую очередь у нас с вами домик, на котором мы с вами остановились в прошлый раз. Я уже достроил план второго этажа по аналогии с планом первого. Кто не видел, смотрите видео. Что я буду делать теперь? Я перехожу на план второго этажа и с ним же буду работать. Проект пока сохранен. Я помню о том, что у меня штриховки еще не настроены. Я говорил об этом, я буду заниматься этим под конец. Мои студенты уже должны были настроить штриховку правильную по материалу. Что я делаю теперь? Я буду делать, монтировать нашу крышу. Итак, в первую очередь, что мне необходимо? Ну, на плане второго этажа у меня не задействована четвертая ось, поэтому я ее могу с легкостью скрыть. Мне она не нужна, так как у меня крыша, у моего, по сути дела, гаража не доходят до плана моего второго этажа. Какая еще ось мне не нужна? Ось B мне не нужна. Я могу ее скрыть. На плане первого этажа она остается. Скрыл я просто через лампочку. Какая еще мне ось не нужна? Ось G мне не нужна. Подсвечиваю ее, просто зажатой левой клавишей мыши выделяю, скрываю ненужные элементы. Ось 2 у меня останется для моей колонны. Итак, что я проделываю теперь? Я нахожусь во вкладке архитектура. У нас с вами есть крыша. Крыша по контуру, выдавливанием крыши по грани. Крыша по грани, это когда для грани нашего формообразующего элемента я могу присвоить значение крыши. Там можно настроить материал и так далее. Формообразующая, это грубо говоря мыльный пузырь, для границ которого я могу назначить функцию. И стен, и разбить его, и разрезать на перекрытие, и крышу задать, и прочее. Крыша выдавливанием, самая простая крыша, она выдавливается в горизонтальной плоскости. Если необходимо будет сделать маленькие крыши над крыльцом веранды террасы, на самом деле в описании все достаточно ясно. Если нужно сделать дополнительное видео по крыше выдавливания, поясните, и я соответственно его запишу. Нас интересует с вами на данный момент крыша по контуру. Что я проделываю с ней? Нажимаю функцию крыша по контуру. Располагаюсь я на плане второго этажа. По умолчанию у нас с вами крыша состоит из одного материала, 400 мм, неизвестный вообще абсолютно материал. Меня интересует сборка моей крыши. Я буду сначала делать теплую крышу. Я выведу изображение по ее сборке. Соответственно, и из чего она состоит. Напоминаю то, что различных теплых крыш в интернете очень много. Я буду выбирать ту стандартную, обычную, самую примитивную теплую крышу. По функциям материалов вы уже сможете для себя понять, я буду их пояснять. Итак, что я сделаю? Я нажимаю изменить тип данной крыши. Копирую ее и сделаю обозначение стандартная теплая крыша. Так как я еще толщин ее не знаю. Теплая крыша. Ок. Захожу в структуру слоев. Нажимаю изменить. Я здесь вижу один материал. Смотрю по сборке. У меня их должно быть по факту 9. Но я их поясню еще. Один будет у нас лишний. У нас с вами будет потолок. Снизу я буду идти снизу вверх. Потолок, рейка для потолка, пароизоляция, стропила, основной несущий элемент. В строительной терминологии это стропильная нога называется. На него идет основное опирание нашей крыши и весь основной материал у нас на нее опирается. Также нагрузка передается, снеговая, ветровая, через как раз эти самые стропилы. Далее. Теплоизоляция в данной крыше у нас спрятана в стропилах. Я это буду пояснять на графическом изображении. Гидроизоляция это любой рулонный материал. Контур обрешетка и обрешетка они будут создавать жесткость данной конструкции на крыше. В дальнейшем для расчета это необходимо и поэтому мы ее задаем. И лист металлочерепицы. Но может быть не только металлочерепица, а любой другой материал. Напоминаю о том, что я нашел стандартный. Что я делаю на данный момент? На данный момент 8 раз нажимаю клавишу вставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всего 11 пунктов. Сейчас я раздвину границы, чтобы было лучше видно. Раскидываю сначала, какие элементы мне необходимы. Пойду уже теперь сверху вниз. Получается, я пойду до стропил наших. Сверху у меня получается раз, два, три. Три элемента. Выкидываю вверх. Вверх. Напоминаю, снаружи. У нас с вами располагаются... Сверху располагаются те элементы, которые снаружи. Три элемента вверх. И теплоизоляцию вместе с моими стропилами. Они должны вроде бы как находиться в граничных значениях сердцевины. Но вспоминаем картинку. Теплоизоляция у нас спрятана в наших стропилах. Они находятся в одной горизонтальной плоскости. Для простоты моделирования лучше всего по приоритету убирать вышестоящий слой. А соответственно, это несущие наши стропилы. Поэтому я могу один из них удалить. Если я оставлю два... Нулевую удалю. Если я оставлю два, у нас крыша будет толще. Это будет немного неверно выполнено. Для элементов расчета, в дальнейшем для перегрузки программы мы... Да, нам он потребуется. Но его нужно будет указывать по немного другим пунктам. Пойду от простого к сложному. Сначала толщину раскидаю. 20 мм металлочерепица. 50 мм у нас с вами обрешетка. 30 мм контур обрешетка. Гидроизоляцию еще забыл. 4 элемента сверху вверх. Гидроизоляция. Слой этот предельно тонкий. Он останется у нас на данный момент нулевым. Его можно было бы вообще врывить и не строить, удалить. Но я его оставлю нулевым, загоню его в необходимую функцию. Пускай он лучше будет. Далее идет у нас с вами теплоизоляция со стропилами вместе. Толщина у нас с вами, соответственно, стропил. Я буду использовать такую же, как и утеплитель. 150 мм. Далее у нас с вами идет пароизоляция. 1-2 мм, которую мы, опять же, не учитываем. Остается нулевое. Почему я говорю, что не учитываем? Revit очень плохо работает с элементами предельно тонкими. 1-2 мм он достаточно коряво работает. Его можно будет потом задать в расчетных программах. В самом Revit лучше оставить данный пункт. Он будет пока под нулевым. Он будет отображаться, он будет виден. В дальнейшем можно будет с ним работать. Дальше иду. Рейка потолка 30 мм. И 9,5 мм. ГКЛ. Гипсокартонные листы для нашего потолка. Материалы их задавать не буду. Потому что он может быть различным абсолютно. В зависимости от того, что вы собираетесь сделать со своей крышей. Из какого материала будет у вас сделаны стропила. Те же самые обрешетка, контрабрешетка. Вы будете убирать собственноручно. Что нас интересует? Функции данной крыши. А конкретно? Пойдем и от того, что нам известно. Самое простое. И отчленять то, что нам уже известно. Снаружи у нас с вами, по примеру, как я вам рассказывал ранее, с нашей стенкой, материалы располагаются под функцией отделка. Все, что снаружи отделка 1, все, что внутри отделка 2. И, соответственно, металлочерепица у нас с вами будет выполнять функцию отделка 1. А рейка наша, не рейка, а наш потолок, ГКЛ, будет отделка 2. Нулевые элементы проще всего загнать в изолирующее покрытие. Они все-таки и выполняют данную функцию. Далее. Обрешетка, контрабрешетка. Они жестко взаимосвязаны между собой, образуют жесткий каркас. Все, что для простоты понимания жестко взаимосвязано между собой, лучше оставлять под функцией основа 2, чтобы никаких ошибок не было. И ставим функцию основа 2. Основа 2. Рейка для потолка, такая же связующая часть для потолка со стропилами, так же, как и обрешетка с контрабрешеткой для металлочерепицы. Поэтому у нас рейка потолочная, будет основа 2. Итак, пробегусь сверху вниз и толщины тоже повторю. Отделка 2, основа 2, основа 2, изолирующее покрытие, структура 1, изолирующее покрытие, основа 2, отделка 2. По толщинам сверху вниз, 20, 50, 30, 0, 150, 0, 30, 9,5. Это стандартная теплая крыша. Соглашусь с выполнением данного действия. Окей. Окей. Как производится моделирование нашей крыши? Нам с вами необходимо учитывать один момент. Я проектирую мансардную крышу, я буду делать на плане второго этажа, она получается будет находиться в плане моего второго этажа. Это абсолютно верно. Я ее буду поднимать. Мог я ее делать на плане третьего этажа и опускать вниз, но проблема заключается в том, что при выключенной подложке я не увижу стен. Поэтому мне проще ее поднимать со второго этажа наверх, чем с третьего опускать вниз. Не у всех включена подложка. У меня она активна. Итак, у каждой крыши, ну точнее в 90% случаях, по картинке, по техническому заданию имеется свес. Свес этот нормирован. От 600 до 900 мм обычно подбирается. Выбирается он, исходя из того, какой у вас тип вашего домика. В плане чего? Если домик маленький, свес 900 мм будет смотреться на нем, как шапка гриба будет достаточно большой обшип. Этого лучше не делать. То же самое. Для большого домика маленький свес крыши не будет выполнять свою функцию. Он нам необходим, чтобы влага, которая идет во время дождя, снега и так далее, меньше попадала ее количества на ограждающую конструкцию. В данном случае на стену. Чтобы не произошло в дальнейшем ее разрушение, коррозия и прочее. У меня домик маленький. Но, опять же объясню. Свес это не значит, что обязательно должен быть 600 мм у вас по крыше и все. Есть проекты, в которых свеса с некоторых сторон вообще нет. Есть проекты с плоско эксплуатируемой и неэксплуатируемой крышей. Об этом вы тоже должны знать. И так же у меня, если я вспомню картинку, там где у меня есть балкон, крыша у меня еще и закрывает мой балкон. То есть она будет больше. И мне нужно будет выбирать ее по контуру моего балкончика. Итак, для начала моделирования мы с вами выбираем в правом верхнем углу функцию выбрать линии. Выбрать линии. Выбираем смещение. Мой домик маленький. Я выбираю смещение 600 мм. 600 мм. И начинаю общелкивать внешнюю границу своей стены. Раз, два, три. И то, что касается моего балкончика, я уберу смещение, поставлю ноль и проведу чисто по балконе. У меня контур еще получился не замкнутый. Чтобы его замкнуть, я воспользуюсь функцией обрезать и удлинить до угла. Нажимаю по команде. Нажимаю по линиям. Все. Вспоминаю свою картинку. У меня крыша двухскатная. То есть у меня две моих кровли имеют скат. Две части моей крыши. Если я соглашусь сейчас с выполнением моего действия, я получу четырехскатную крышу. Как я это понял? У каждого вашего розового отрезка треугольничек обозначает то, что идет автоматическое построение уклона. Программа сама выбирает его 30 градусов. Чтобы увидеть это, во-первых, нажмите Escape, чтобы выйти из выполнения, а то сейчас еще несколько раз нащелкайте. Подсвечу я слилинию, я могу увидеть о том, что у меня формируется уклон 30 градусов и есть поставлена галочка формирования уклона. Либо в панели свойств, либо сверху формирования уклона. Чтобы из данной крыши у меня получилась моя необходимая двускатная, мне нужно с двух сторон убрать формирование уклона. Мы не ставим его 0, мы убираем галочку формирования уклона. Подсвечиваем, нажимаем левую клавишу мыши, убираем галочку. Все вроде бы просто. Соглашусь с выполнением данного действия. Посмотрю на трехмерный вид. Вот как выглядит в данном случае моя крыша. Она заглублена у меня в план этажа, я это абсолютно помню, не думайте. По проекту, да, можно высчитывать все до миллиметров по техническому заданию. Либо подбирать высоту нашей крыши, чтобы там адекватно еще и мог находиться человек визуально. А конкретно это. Подсветить нашу крышу и в панели свойств есть функция расширю границу. Называется смещение от уровня, то есть вверх либо вниз, плюс либо минус. В данном случае для мансардной крыши, чтобы у меня корректно смотрелись мои окошки, мне необходимо сделать что? Поднять ее, предположим, сначала на 1800 миллиметров. Мне кажется, она немного высоко смотрится по сравнению с моей картинкой, она все-таки выше. 1500 поставим. Мне кажется, так выглядит достаточно уютно. Что я делаю далее? Во-первых, внутренние мои стены. Я на своих перегородках либо нажимаю клавишу Tab, либо, если я хочу объединить только внешнюю грань, подвожу курсор к внешней границе моей стены и нажимаю левую клавишу нишу. Выделяется весь контур внешних моих стен. И есть функция присоединить вверх основания, мы с ней уже работали. Нажимаю на нее, нажимаю на крышу. У меня внешние мои стены пристыкуются. Но в данном случае мне будет сложно найти внутренние мои стены и перегородки. Что лучше сделать? Откачусь назад. Ctrl Z. В трехмерной плоскости сориентирую, чтобы мне нормально было выделить мой домик. В данном случае смотреть более-менее под прямым углом у него. Зажимаю левую клавишу мыши, выделяя все элементы моего дома. Через фильтр, сверху располагается у нас в клавиши фильтр, оставляю стены. Отменить выбор, оставить стены. Нажимаю ОК. И теперь уже воспользуюсь функцией присоединить вверх основания. Тогда у меня все стеночки, в том числе и перегородки, присоединятся к моей крыше. Это будет сделать достаточно легко, просто и удобно. Как вы видите, с крыши ничего сложного нет. Это мансардная крыша. Сейчас мы с вами проделаем чердачную крышу. А конкретно, откачусь назад до присоединения моих стен, подсвечу и удалю мансарду. Мне она пока не нужна. Итак, для чердачной крыши нам с вами необходимо, в первую очередь, чтобы у помещения было перекрытие и стены. Потому что крыша у нас с вами опирается на стены. Ну, точнее, она опирается на Моурлад. А Моурлад уже, в свою очередь, опирается на стены, используя гидроизоляцию, теплоизоляцию. Но об этом сейчас не будем. В Рэвите это сложно сейчас замодулировать на начальном уровне. Поэтому, что мы сейчас базово должны сделать? Поставить наше перекрытие. Я перехожу на план второго этажа, два раза нажимаю по нему левые клавиши мыши. Вкладка архитектуры, архитектура, пол перекрытия, перекрытие архитектурное. Напоминаю для своих студентов, у нас перекрытие уже не 150 мм, а 200 мм. Давайте я его переделаю. Во-первых, переменую. 200 мм. Во-вторых, в сборке поставлю толщину 200 мм. Что я делаю теперь? Функция выбрать стены на плане своего второго этажа. Начинаю общелкивать свои стены. И замыкаю их в замкнутый контур. Раз, два, три. Последнее, что мне необходимо сделать перед подтверждением, в панели свойств поменять уровень с плана второго этажа на план третий. Не забывайте это сделать. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Опять же, два окна. В первом случае нажимаем не присоединять. Во втором случае нажимаем да. Смотрю в трехмерном виде. Вот мои стеночки. Подредактирую общий вид сейчас. У меня иначе они прорезают мое перекрытие. Выделили стену. Функция присоединения элементов к геометрии. Внешние стены вырезаю в мое перекрытие. Стена перекрытия. Стена перекрытия. Общелкиваю. Просто нажимаю левой клавишей мыши. Внутренние все элементы. Правой кнопкой мыши по одному из выделенных. Нажатием по нему левой клавишей мыши я выделяю элементы. Выбрать все экземпляры, видимые на виде. Функция присоединить вверх основания. Нажимаю перекрытие. Отсоединить целевые элементы. С колонной проделываю то же самое. Вот у меня появилось перекрытие. Теперь. Как проще всего и быстро сделать стены чердака? В трехмерном виде. Я подвожу курсор. Ничего не нажимаю. Я чисто подвожу курсор к внешней моей стенке, чтобы она начала сама подсвечиваться. Я ничего еще не нажал. Подвел. Нажал один раз тап клавишу. Нажимаю левую клавишу мыши. Копировать в левом верхнем углу в буфере обмена. Потому что, прощение, не ту команду нажал. Снова подвожу курсор к стенам. Тап. Левая клавиша мыши. Копировать буфер обмена. Вставить с уравниванием по выбранным уровням на план выше стоящего этажа. То есть, третьего. Удаляю двери. Мне они не нужны. Вот мой план третьего этажа для домика. Район перекрытия под лестницу мне сейчас не нужен. У меня лаза туда никакого нет. Что я делаю? В диспетчере проектов перехожу на план третьего этажа. Вот он. Вставлю высокий уровень детализации. На самом деле, могу скрыть оси. Могу их пока не трогать. Плана чердака у меня нету. Поэтому я могу оставить его так, как есть. Потому что мы с вами делаем сейчас крышу. Теперь я захожу во вкладку архитектура. Крыша. Крыша по контуру. Теперь что я делаю? Захожу изменить тип моей теплой крыши. Изменить тип. Далее. Копировать. Называю холодную крышу. Захожу в структуру моих слоев. Из них мне нужно удалить все слои, которые были у меня снизу. Сверху останется все то же самое. Для тех, кто только перемотал на чердак, напоминаю, что можно посмотреть сборку крыши. Как добавляло все эти слои, если вы не разберетесь. Через клавишу вставить. Для тех, кто видел, просто проговорю те слои, которые у меня располагаются теперь здесь. В функциях. Отделка 1, основа 2, основа 2, изолирующее покрытие, структура 1. По толщинам 20, 50, 30, 0, 150. Это будет у нас холодная крыша. Сборку я ее покажу. И, соответственно, описание материала. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Нажимаю ОК и нажимаю ОК. Этап построения тот же самый, что и с мансардой. Нажимаю функцию выбрать линии. Ставлю смещение. Я напоминаю, что смещение от 600 до 900 мм подбирается в зависимости от габаритов вашего домика. Для моего домика больше всего подойдет 600 мм. 600 мм. И общелкиваю внешний контур своих стен. Соединяю в замкнутый контур. Вот таким вот образом. Напоминаю то, что грыша у меня двухскатная. Я должен убрать формирование уклона в двух сторон. Снизу и сверху убрать формирование уклона. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Нажимаю зеленую галочку. Перехожу в трехмерный вид. Уклон крыши вы можете потом подбирать собственноручно как угодно. Не заходя в редактор эскиза в панели свойств и могу поменять ее уклон. В зависимости от того вида, который вы видите по изображению. Либо по заданию у вас уже известен уклон. Я его не подбирал. Я его только сейчас визуально могу подобрать, который мне необходим. У всех крыш холодных лучше всего сделать минимальное смещение от уровня 300 мм. Делается это для того, что если вы выберете уклон свыше 11-10 градусов. То есть 11-12 и выше. А если сделать минимальный уклон, то крыша может подрезать ваше перекрытие. И в итоге это будет неправильное построение. Потому что крыша не на что будет опираться. Она будет заглублена намного ниже. Теперь что я проделываю. Навожу мой курсорчик на внешнюю границу своих стен. Нажимаю один раз клавишу Tab. Нажимаю левую клавишу мыши. Выделяется весь внешний контур. Еще раз. Подвожу курсор к внешней границе стены. Нажимаю один раз клавишу Tab. Нажимаю левую клавишу мыши. Нажимаю функцию присоединить верх основания. Цепляю их к своей крыше. Так бы у меня выглядел домик с чердачным помещением. Вроде ничего сложного нет. Следующее видео будет посвящено как раз формированию уклонов различных наших крыш. Потому что мы с вами из двухскатной можем сделать и четырехскатную. Захожу в эскиз мой. Ставлю формирование уклона. Вот тех двух галочек, которых я убрал. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Вот у нас четырехскатная крыша. Могу убрать у всех, кроме трех. Точнее давайте сначала у трех уберу. Точнее наоборот у одной уберу. У меня крыша трехскатная получается. Мы с вами научимся еще формировать уклоны. Делать различные уклоны для наших крыш. Об этом я буду говорить отдельно. Всем спасибо, что были здесь. Вы знаете, что нужно делать. И скоро с вами увидимся. Пока. Продолжение следует...